МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И время добрых дел. В городе стартовала благотворительная акция. Поучаствовать может каждый. В Ноябрьске введены дополнительные меры антитеррористической защиты. Вопросы безопасности обсудили на заседании антитеррористической комиссии в администрации города. Поводом для экстренного совещания стал теракт 3 апреля в петербургском метро. Сейчас в Ноябрьске под усиленной охраной места массового пребывания людей, транспорт, а также объекты жизнеобеспечения. Скорректированы маршруты уличного патрулирования для правоохранительных органов. Отмечу, в 2017 году в городе сформирован комплексный план противодействия терроризму. Работа у нас в городе ведется системно, но трагические события в городе Санкт-Петербурге также наложили свой отпечаток на деятельность всех, кто задействован в противодействии терроризму. Мы обязаны учитывать все возможные угрозы. Просто обязаны. И мы это сделаем. В этом году, даже с учетом непростой финансовой составляющей, выделены средства в размере более 16 миллионов рублей именно на антитетическую защищенность объектов. Вот именно главой поставленного задача эти сроки обеспечения сократить, провести их внепланово. 50 миллионов рублей из федерального бюджета в этом году выделено Ямалу на борьбу с лесными пожарами. Контракты на выполнение этих работ уже заключены. Об этом на совещании с полпредом президента ВУРФО Игорем Халманских заявил Дмитрий Кобылкин. Глава региона также отметил, что заключено соглашение с авиакомпанией Ямал на патрулирование лесов. В регионе созданы патрульно-маневренные группы. Главная задача – обнаружение лесных пожаров и принятие оперативных мер по их ликвидации. При необходимости к работам будут привлекать и добровольные пожарные дружины. В их составе сегодня порядка трех тысяч человек. В прошлом году тяжелая ситуация с задымлением была в Надымском районе, поселках Пангода и Заполярной в городе Новую Рингой. Для прикрытия городов и поселков будут привлекаться не только силы постоянной готовности, но и партнеров, в том числе компаний топливно-энергетического комплекса, подчеркнул Кобылкин. Ноябрьцы чаще остальных жителей округа признают себя банкротами. В 2016 году в арбитражный суд Ямала, такие дела рассматривают только там, поступило 88 заявлений о признании физических лиц финансово несостоятельными. Почти половина дел, 39, касаются жителей Ноябрьска. Трое уже официально признаны банкротами, еще один, 21, будут иметь подобную характеристику в своих финансовых историях в недалеком будущем. Их судебные дела уже на стадии реализации имущества. Как правило, сумма долга, из-за которого человек готов признать себя неплатежеспособным, составляет 800-900 тысяч рублей. Но у некоторых ямальцев за должности доходят до нескольких миллионов рублей. К слову, в этом году Ноябрьск, похоже, тоже будет в лидерах по числу граждан банкротов. За первый квартал 2017 года в арбитражный суд Янау поступило 25 заявлений о признании граждан банкротами. Из них Ноябрьск вновь занимает лидирующее место. Это 10 заявлений о признании граждан банкротами. И всего из 25 заявлений о признании граждан банкротами 5 поступило от кредиторов, и 20 поступило непосредственно от граждан. В основном граждане сами на себя подают, у них кредиты. То есть вот брали кредиты, и сейчас не могут, не в состоянии их выплатить. Вот это в основном. То есть задолженность перед кредитными организациями. Напомню, закон о банкротстве физических лиц вступил в силу с октября 2015 года. Для многих россиян он стал единственной возможностью выбраться из долговых ям, в которые они попали, взяв один, а то и несколько непосильных кредитов. Объявить себя несостоятельно могут не все заемщики. Одно из обязательных условий. Сумма долга должна быть не менее 500 тысяч рублей. Приговариваются к труду. Суды все чаще выбирают для нарушителей альтернативу лишению свободы. Это либо исправительные, либо обязательные работы. В 2017 появился еще один вид трудовой повинности, принудительной работы. Трудотерапия как путь к исправлению, в чем отличие этих мер наказаний, насколько они эффективны, разбиралась наша съемочная группа. Константин с утра до вечера грузит и выгружает мусор. Второй раз уступился, и вот результат. Суд приговорил его к исправительным работам на 8 месяцев. Но осужденный не жалуется. Возможность искупить вину на воле – это большой плюс. К тому же, вместе со сроком он получил работу и стабильный заработок. Поработав полгода, я бы, думаю, не знаю, с удовольствием бы пересел на заруль и еще какого-нибудь стажера бы учил. Права у меня есть, БЦ-категория, да. Гру, вот, проработал. Грузчиков много, водителя не хватает. Исправительные работы назначают и тем, у кого уже есть работа. Просто из зарплаты такого работника каждый месяц доход государства удерживают до 20%. А безработных осужденных исправительных работных, к примеру, таких как Константин, трудоустраивают. Ну, также с помесячным отчислением. А вот обязательно работы – уже неоплачиваемый труд. Человек, как правило, благоустраивает город, убирает улицы, свободное от работы время. В этом году уже более ста жителей Ноябрьска наказали трудом. Все они совершили преступление небольшой тяжести. В случае, если осужденный уклоняется от отбывания наказания в виде исправительных либо обязательных работ, уголовный исполнительный, который исправительная инспекция города Ноябрьска вправе выйти с представлением о замене данному лицу наказания на иной вид наказания. В данном случае – лишение свободы. История Александра – как раз тот случай. За кражу суд отправил его на исправительные работы. Но в уголовной исправительной инспекции он не появился, сменил место жительства и был объявлен в федеральный розыск. Нашли его в канун Нового года. Я вылёг, как всегда, поспать. И тут меня разбудили сотрудники уголовного розыска. Разбудили и с ними последовал уже дальше. 12 часов куранта, встретил форточку, проигнорировал сам, отвечаю сам. В итоге горе работника отправили в колонию-поселение. Хотя в России с 1 января для таких уклонистов появилась альтернатива лишению свободы – принудительной работы. Осужденных отправляют исправительные центры. Здесь они работают, получают зарплату, из которой удерживают до 20%. Лицо проживает в общежитии. Элементарно можно будет пользоваться мобильным телефоном. То есть это связь с родственниками, прежде всего, с семьёй. Отпуск предусмотрен также согласно трудового законодательства. Человек сможет выезжать в отпуск с этого учреждения. По одной трети наказания возможно вообще в районе этого центра снять квартиру и проживать с семьёй, и ходить на работу в этот исправительный центр. Однако в Ноябрьске, да и в целом на Ямале, такое наказание пока не применяют. И когда будут вопрос, учреждения могли бы отбывать наказание осуждённой, на Ямале нет. Планируется постройка такого центра исправительного, посёлок Харп, это приуральский район, где, в принципе, у нас сосредоточены все исправительные учреждения. Предусмотрено законом, что если лицу назначаются принудительные работы, а на территории органа, вынесшего приговор, отсутствует такой вот центр исправительный, то лицо будет направляться уже в существующий. Пока по всей России такие центры в четыре. Однако всем субъектам поручили обзавестись своими учреждениями в 2019 году. Уже сейчас эксперты отмечают, что появление принудительных работ – это демократический шаг. А для многих, к тому же, ещё и шанс на исправление. Юлия Морева, Александр Паханов, Виталий Харченко. Ноябрь с 24. Проект «Капитал молодого специалиста» на Ямале реализуют с 2012 года. Его создали, чтобы помочь выпускникам учреждений среднего и профессионального образования найти работу, несмотря на отсутствие стажа. За время существования проекта его участниками в ноябрьске стали 14 человек. С одним из них встретилась моя коллега Оксана Зачко. В этой сервисной мастерской Данила Рулёв работает третий месяц по специальности «Автомеханик». Говорит, когда вернулся с армии, долго не мог найти работу. Везде требовали стаж. В центре занятости предложили поучаствовать в проекте «Капитал молодого специалиста». Комплект документов собрал, которые мне сказали в течение недели. И буквально на следующий день мне уже позвонили, сказали, что есть работодатель, который хочет поговорить с вами. Коллектив воспринял хорошо меня. Поработать мне интересно с ними. Многому уже научился подсказывать. Стать участником проекта может выпускник среднеспециального или высшего учебного заведения. Возраст не более 25 лет – важные условия. У кандидата не должно быть стажа по полученной профессии. Только тогда проект гарантирует молодому специалисту постоянное место работы без испытательного срока. Плюс этой программы в том, что при трудоустройстве выпускник получает именно постоянное рабочее место. В течение полугода мы, работодатели, возмещаем затраты на заработную плату в двукратном минимальном размере оплаты труда у нас в округе. Плюс все взносы в небюджетные фонды, которые выплачивает работодатель. В этом сервисном центре уверены за молодежью будущее, поэтому без раздумий согласились принять участие в проекте. О новом работнике отзываются только положительно и другим работодателям советуют, не боясь обрать на работу молодых специалистов. Для работодателя это большая возможность обучить с нуля молодого специалиста, воспитать своего кадра за счет государственной поддержки в плане финансов. В свою очередь муниципалитет снизит уровень безработицы среди молодежи. Что касается молодого специалиста, то это большой старт в профессиональную деятельность, возможность приобрести опыт. Еще одно важное условие. Участник проекта должен получить специальность, востребованную на рынке труда. Всего их более 30, в том числе профессия автомеханика. Каждый год она пользуется популярностью среди абитуриентов Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий. Профессия автомеханика очень актуальна в нашем городе. Почему? Потому что всевозможных станций технического обслуживания очень много. Ремонтно-механических мастерских на промзоне. Ребята устраиваются и водителями. То есть профессия автомеханика актуальна в нашем городе. Сейчас по этой специальности обучается 75 человек. Производственная практика у них начнется после первого курса. А уже со второго они проходят ее на городских предприятиях. Для большинства из студентов это хорошая возможность заявить о себе. У меня на первом курсе была практика. После этой практики я себя довольно хорошо показал. И была уже другая, дополнительная группа, что ли, из трех человек, куда мы ходили и занимались. Сейчас в окружном центре занятости заявлено почти 14 тысяч вакансий. В основном нужны инженеры, врачи и рабочие. Многие работодатели требуют от соискателей стаж, но и с тех, кто готовы сделать ставку на личность работника. Доказательство тому существование проекта «Капитал молодого специалиста». Оксана Зачукова, Александр Паханов, Наиль Нафиков. Ноябрьск, 24. Курс на эффективность и технологичность. В «Газпромнефть» ноябрьской нефтегазе прошел день функции бурения и внутрискважных работ. Руководители этих производственных направлений совместно с представителями корпоративного центра подвели итоги реализации целевых программ в 2016 году и обсудили предстоящие задачи. Функция много что сделала за последнее время, за последние годы особенно, потому что если оглянуться назад, то еще там наябрьск нефтегаз 5 лет назад бурил там горизонтальные скважины, это были единичные. Сегодня практически единичными остались наклононаправленные и то в виде ППД в основном. Все остальное горизонтальное. То, что с каждым годом у нас процесс бурения все-таки улучшается и показатели удельные улучшаются, как и по мехскорости, как и по экономике в том числе и по уменьшению аварийности, это да, это правильно, это хорошо и за это в принципе спасибо функции в первую очередь. В 2015 году перед сотрудниками блока бурения внутрискважных работ руководством компаний были поставлены 7 основных приоритетов. Это внедрение новых инструментов труда, промышленной и экологической безопасности. Приоритетными были признаны направления развития персонала, стандартизация, внедрение новых технологий и эффективное управление подрядчиками. А также трехлетняя программа «Технический предел», которая предусматривает сокращение цикла строительства скважин и значительное снижение затрат. В предыдущем периоде у нас основная цель была достигнуть эффективности и изменить культуру поведения наших людей, функции. А функцию мы считаем это не только корпоративный центр, а функция это у нас и регион, в том числе и подрядчики. Поэтому мы занимались изменением культуры при реализации проекта «Технический предел». который позволяет изменить культуру и повысить эффективность. Хочу сказать, что и по Муравленку, и по Ноябрьску достигнут отличный результат. По сути дела планы, которые мы для себя ставили, они реализованы на 90%, но результаты, которые мы достигли с точки зрения сокращения затрат и сокращения сроков, они превысили наши ожидания. На Ямале автовладельцы раскупают наклейки с обозначением шипы. Ажиотаж вызвали недавние изменения в правилах дорожного движения. Теперь за отсутствие обозначения на авто, переобутом в зимние шины, водителю полагается штраф в размере 500 рублей. В силу поправки вступили 4 апреля. Автомагазины Салихарда уже объявили о нехватке товара. В социальных сетях жители окружной столицы предлагают наклейки по 100 рублей за штуку. Кризис добрался до Лабытнанги. В одном из магазинов города уже объявили, наклеек нет и не будет вплоть до 10 апреля. По-своему из ситуации вышел один из автовладельцев Салихарда. Наклейка, которую владелец иномарки разместил на авто, занимает практически все заднее стекло машины. Видимо, чтобы сразу было заметно, что этот человек законопослушный и к соблюдению требований ПДД относится трепетно. При этом, согласно ГОСТу, размер наклейки должен быть не менее, не более 20 сантиметров с каждой стороны. Сотнями такие наклейки сегодня скупают и в ноябрьске. Интерес к треугольнику с буквой «Ш» по словам продавцов магазинов водители стали проявлять еще три дня назад. В первую очередь покупают изготовленные по ГОСТу. Они сейчас по 60 рублей за штуку. Есть дешевле, но те уже не по стандартам. Несмотря на то, что в автомагазинах ажиотаж, на дорогах автомобили с опознавательным знаком «Ш» пока скорее исключение, чем правило. К слову, в ГИБДД города готовится провести пресс-конференцию, посвященную вступившим в силу поправкам в ПДД. Число обратившихся в больницы с симптомами ОРВИ и гриппа в ноябрьске идет на спад. Медики ЦГБ отмечают, что в этот осенне-зимний период было два всплеска заболеваемости. Первый начался в конце ноября прошлого года и продлился почти три недели. В числе заболевших тогда оказались все группы населения. Очередная вспышка ОРВИ и гриппа случилась в конце зимы текущего года. На этот раз болели в основном дети до шести лет. До сих пор в этой возрастной категории число заболевших довольно высокое. Ну а в целом за последнюю неделю количество обращений к ноябрьским врачам уменьшилось. Если, допустим, на прошлой неделе у нас было за 1000 обращений за неделю, то за эту неделю, за предыдущую, за 13-ю, у нас было уже 870. Просчет тот, что мы имеем на сегодняшний день, там идет, конечно, снижение и очевидное снижение числа обращений. Каникулы только закончились, дети повыходили сейчас. Сейчас может быть небольшой подъем, но незначительный. Горожан призывают проявить милосердие. В преддверии главного православного праздника в ноябрьске началась благотворительная акция «Пасхальная радость». Ее организаторы – священнослужители храма Архангела Михаила и сотрудники комплексного центра по работе с детьми и молодежью. Пожертвования собирают для многодетных и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Таких в городе около 500. Столько продуктовых наборов собрать не получится. С каждым годом горожане меньше жертвуют средств. Но самим нуждающимся, обещает один из организаторов акции «Отец Григорий», обязательно помогут. Ведь в городе есть семьи, где кроме хлеба поесть нечего. Благотворительная акция продлится до начала мая. Пожертвования в виде продуктов длительного хранения. Это консервы, макаронные изделия, сладости для детей. Все это мы собираем в храме. Ну и также можно приносить денежные пожертвования, сдавать в бухгалтерию или церковную лавку. И к этому часу у меня все. Я желаю вам всего доброго и до свидания.